здравствуйте друзья очередной день моего пребывания на псковской земле за вчерашний день я для вас не записал видео но так получилось получилось у меня вчера был в общем-то свободный день и много времени однако записать ничего не получилось с утра я сел монтировать и разбирать все эти записи которые сделал предыдущие дни потому что там были богослужебные дни там вообще времени не было до обеда я в общем-то был этим всем занят немножко отвечал на письма немножко отвечал на комментарии а потом смотрю распогаживается такая хорошая погодка я думаю о как замечательно сейчас думаю после обеда я пойду погуляю по городу полюбуюсь красотами поснимаю и с вами пообщаюсь но господь судил иначе и после обеда я все время до вечера глубокого был с ладыкой а потом был просто настолько уставший что думаю да ладно уж ничего не буду записывать что там тем более как-то и нечего было сказать то есть много чего слишком много а так за 5 минут не скажешь а все вот эти впечатления эмоции и ощущений их конечно очень вот друзья псковские пробки честно говоря у сколько лет я здесь езжу такого не видим чтобы настолько было затруднено движение ну нет по меркам самарским это нет ничто тем более что мы знаем по московским по питерски но здесь всегда были дороги свободны а сейчас вот пожалуйста вполне себе обычная пробка удивительно машин много стало слава богу народ хоть и ропщет но он всегда ропщет на жизнь говорит что тяжело что трудно что денег нету но то такое вот нытье постоянное а так то по хорошему посмотреть ничего чего плохо живем вроде бы неплохо кушать есть что крыша над головой тоже машины в каждом дворе иногда не по одной чего плохо то это уж просто мы сравниваем себя может быть знаю с киношными какими-то образами где показано так красивая жизнь мы смотрим и видим что мы не так живем поэтому по хорошему то если подумать нам грех жаловаться мы живем лучше чем кто бы то ни было до нас князья цари так не жили как мы сейчас сладко кушаем мягко спим ездим вот в таких вот каретах ругаемся на дороге которых раньше вообще не было сейчас они хоть есть слава богу и неплохие в принципе так и в этой связи опять же возникает вопрос 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 веры мне всегда вот эта фраза вот она как-то цепляет и всегда я ее вспоминаю вера есть у дел душ благодарных если человек умеет благодарить то он значит будет уметь и верить потому что ну вот посудите сами если человек например не умеет благодарить да как он как он может верить он будет своей жизни видеть одни только минусы вот не то это не так это не сяк это не ему он не умеет благодарить он и бога не будет благодарить за что-то он все время будет считать что ему не додали чего-то в жизни что он чего-то лишен что у него что-то там отобрали или или незаконно его чего-то лишили у других он много у меня мало и потом он придет к священнику и скажет слушай поп а куда бог смотрит почему такая несправедливость вообще да если бог вообще на свете и справедливости никакой нет вон все как хорошо живут один я вот бедно страдает все какой с него верующий человек там веры не будет а если если человек умеет жизни замечать подмечать что-нибудь такое что вот да слава богу да вот и это мне господь дал и это вот жив жив я здоров я вот у меня есть возможность ходить своими ногами видеть своими глазами слышать своими ушами уж не говоря про то что вот господь радует нас какой природой красивой да как все хорошо то все устроено в жизни и всякое дыхание дохвалит господа и вот благодарность будет наполнять сердце человека и он будет в каждой былинке в каждой травинке в каждом кузнечике видеть руку творца и восхищаться этим и радоваться всему я думаю так не даром вот самое важное самое центральное богослужение православной церкви называется евхаристия ну то литургия по другому греческое другого слова евхаристия евхаристия означает благодарение благодарение и самая важная часть в этой службе евхаристический канон начинается с возгласом священника благодарим господа благодарим господа все и потом хор поет достойно и правильно тебя пейте тебя благословите тебя хвалите тебя благодарите на всяком месте владычестве твоего ну ну вот эту благодарность она должна быть тогда и робота не будет тогда мы увидим что мы живем лучше чем все предыдущие поколения до нас вместе взятые так хорошо не живем как мы сейчас живем и тогда радость кстати будет радость и счастье будет вот кстати вот мимо проезжаем я в прошлый раз сказал что это храм архангела Михаила не совсем так это храм архангелов гавриила Михаила это вот колокольный отдельно стоящий дворик там дворик такой прям очень симпатичный там воскресная школа на территории мне довелось в прошлый год здесь служить с ладыкой на день архангела гавриила и даже не только здесь с ладыкой еще приезжали афонские монахи несколько человек греки они греческие возгласы давали на греческом так витиеваты так красиво как-то так выводили посток прям такой ну вот я съездил на вокзал выгрузил два новых видео за предыдущие дни да за исключением вчерашнего и поза вчерашнего его еще не смонтировал и вот наконец-то воспользовался моментом с тем чтобы прогуляться по вот этим парком вдоль стен кремлевских очень нравится мне здесь гулять в любое время года здесь все очень хорошо очень красиво очень тихо и как то есть возможность знаете как то обдумать то что вот ту информацию которую я получаю то что я видел слышал воспринял все как то чтобы это улеглось я там сердце в душе чтобы мысли чувства пришли в какой-то порядок поразмышлять здесь о чем-нибудь каждую поездку я ну в первых поездок как здесь я не был как-то не до того было а вот последние может быть пять вот я здесь часто гуляю вообще здесь в Пскове есть где погулять много очень зеленых зон набережные и вдоль Великой и вдоль Псковы сейчас сделали вот буквально в прошлый год там тоже как-нибудь прогуляемся очень хорошо вот примерно так и проходит мой отпуск каждый потому что так сложилось что в общем-то кроме как сюда я в отпуск больше никуда и не приезжаю то есть вот уже 20 с лишним лет я в общем-то езжу сюда ну за редким-редким исключением когда мы семьей куда-то выезжаем может быть на недельку я кажется говорил об этом что мы ездили и в Пермь и в Калининград ездили в Сурилецк вообще в Кемеровской области ездили всей семьей на машине звучит это когда в кучу соберешь как-то так грозно но на самом деле за столько лет это совсем мало а в основном здесь это и есть мой отпуск помню как-то приехал я сюда и попросил владыки еще когда на стадии когда я только собирался ехать я попросил его благословения он говорит приезжай меня может быть не будет я тогда в Печоры поеду вот и действительно так произошло я приехал его нет он должен только завтра приехать я собрался и поехал в Печоры вот поселился там прямо в монастыре они меня тоже так знают потому что я все время с ладыкой приезжаю поселился и стал служить вот вечером, утром, вечером, утром вот так три или четыре литургии отслужил то есть три-четыре дня вечерние богослужения длительные все это в общем то практически в молитве проходило потом владыка приехал он тоже там служил ну и я тоже конечно же с ним а потом он и выезжать и меня с собой забрал а мне что-то даже как-то обидно так стало мне там в монастыре так хорошо было он меня не спросил он просто меня благословил и забрал и мы приехали сюда в Псков пошли на обед вот и он после обеда меня спрашивает ну куда ты хочешь служить поехать где ты хочешь быть ну не могу же я ему сказать что в Печорах он меня только что оттуда забрал а мне так хотелось туда вернуться я говорю ну владыка я б тогда в какой-нибудь в Елизаровский монастырь послужить или в Снитогорский он подумал-подумал езжайся в Снитогорский вот ну все сказано сделано он позвонил туда сказал что я приеду я приехал послужить а священник монастыря в общем-то обрадовался мне потому что в женских монастырях это женский монастырь в женских монастырях конечно священнику тяжело потому что духовенства мало то есть он фактически там один или два всего священника а служба то как в мужском а в мужском то там много священников они меняют друг друга а в женском нет некем тебя подменить вот и вот он так в душе своей обрадовался что говорит он побыл со мной там вот на вечерней службе все посмотрел все все нормально говорит ну вальчик ты тогда завтра тоже ведь будешь служить я говорю да конечно ну и ты тогда послужишь а я тогда отдохну ну ладно да бога ради с удовольствием вот я очень хорошо понимаю потому что это действительно очень тяжело на самом деле вот ну и остался я служить в этом монастыре литургию один и надо сказать конечно я отпустить то его отпустил а потом вечером уже и ночью мне прям стали мысли одолевать такие а вдруг завтра я что-нибудь перепутаю а вдруг я ошибусь а вдруг я об ковер запнусь и упаду вместе с дарами а вдруг еще что-нибудь случится боже мой меня пот вот в холодный прошиб этот монастырь там с тысячи какого-то там незапамятного года стоит и там службы идут и сейчас вот по моей так сказать вине там все сорвется представляете какая ответственность боже мой ну потом я сам себе сказал так хватит панику а то точно что-нибудь случится надо тебе вообще спать отдохнуть а то не выспавшийся точно что-нибудь натворишь ну кое-как я успокоился такими размышлениями думаю доверься Богу все будет хорошо и вы знаете как действительно приятно было предстоять пред престолом в монастыре очень волнительно и как-то прям душе очень близко вот когда служил все служба закончилась все ну прям мне очень понравилось конечно вернулся я к владыке он спрашивает меня ну как я поделился с ним впечатлениями что мне так понравилось что прям большая благодарность ему за это а дело было как сейчас помню в субботу вот и вечером надо было ехать служить в собор вот в тот самый в который в Кремле центральный кафедральный собор и мы поехали с ладыкой служить и тут он мне говорит то есть когда мы уже в собор зашли он мне вдруг говорит иди начинай службу несмотря на то что там есть свои священники соборные а я вроде как гость и вообще архиерейскую службу всеночную я плохо знаю ну благословил куда деваться быстренько облачился и служил всеночную ну потом на следующий день литургию все как положено а потом уже в обед в воскресенье он говорит ну теперь куда поедешь ну я тут уже осмелел говорю ладыка может в печоры вернуться он говорит ну езжай и я уехал и вот в тот раз в тот приезд я был здесь десять суток и я десять литургия служил то есть каждый день утро-вечер, утро-вечер, утро-вечер в основном в печорах но вот был снятогорский монастырь был собор кафедральный ну это вот один раз такое было а в основном я приезжаю и служу здесь тоже много больше гораздо чем у себя но все-таки не каждый день то есть есть несколько дней когда богослужений не бывает вот вчера был такой день сегодня и завтра тоже такой же день будет относительно спокойные такие дни когда можно отдохнуть погулять поразмышлять и с вами пообщаться вообще я много мог бы рассказать о моих поездках сюда они все были в чем-то друг на друга похожие а в чем-то очень-очень разные но только вы знаете это как-то трудно выразимо словами трудно как-то определимо что ли некоторые вещи вообще под запись не расскажешь можно только в частной беседе может быть поделиться когда видишь глаза человека и понимаешь кому ты говоришь и что говоришь вообще все то что я сейчас вам показываю и то о чем я сейчас говорю ну вы знаете это может быть самое-самое-самое мое сокровенное самая сердцевина моя самая мне близкая самая мне близкая самое дорогое вот это то то каков я есть вот так вот наверно можно сказать Она у меня в душе всегда, вот эта атмосфера, которая здесь, она у меня там в сердце всегда. Вот этот дух, эта молитва, это богослужение, это предстояние пред Богом. Вот оно как-то всегда там, всегдашнее ощущение себя пред Богом и ощущение Бога в своей душе, в своем сердце. Мне не страшно выставить себя на суд интернетовской публики, потому что мне в принципе не страшно дать отчет любому в моем уповании, в моей вере. Вот это как-то не страшно. Но есть вещи, которые касаются не только меня. Например, вчерашнее мое общение с латыкой. Ведь это же не только мое, это и его тоже. Поэтому как я, например, могу что-то там говорить? Конечно, ничего не могу. Ну и таких моментов очень много. Единственное, что я могу сказать, это то, что, бывая здесь и как-то впитывая в себя вот это вот все, я это потом, ну, каким-то образом, наверное... Так, наверное, надо назад идти, в обратную сторону. Я это все потом каким-то образом перерабатываю и, собственно говоря, с этим живу. И вот то, что вы видите в моих ответах на ваши вопросы, это вот переработанное, пережитое вот это вот все. То есть вот таким посредственным образом я, конечно, вам передаю все это. Вот такие рассуждения, размышления. Ну, как можно, например, как-то там передать или рассказать вот ощущения, когда ты молишься. Ну, например, на какой-нибудь литургии, в каком-нибудь монастыре или в храме или когда молишься с ладыкой где-нибудь в доме или в дороге или на природе даже. Как-то мы поехали вот тоже на природу. Было большое-большое озеро, огромное-огромное. Вот тоже осень, вот, наверное, такая же пора. И на этом озере огромное количество лебедей. Вот они в стаях просто, вот, с огромными стаями. Какие-то плавают, какие-то летают, какие-то взлетают, какие-то садятся. Вот, прям, я не знаю, сколько их там, тысячи, вот, тысячи прям было, этих лебедей. Видимо, они собирались вот в стае перед отлетом уже в теплые края. Вот, и владыка отослал водителя за хлебом, чтобы нам покормить этих лебедей. А я с ладыкой остался, такой дождик моросил, погода была не очень. И тоже вот мы вдвоем с ним прогуливались, ждали, пока водитель приедет. Вот он приехал, мы взяли этот хлеб, стали его ломать и кидать в озеро. А лебеди были далеко, но одна стайка увидела. Видимо, они уже как-то приучены, что-ли были, знали. И все, стайка подплыла прямо к нам. Вожак, первый самый приблизился, остальные за ним, там, дружный такой стайкой. Вот он приблизился, насколько это было необходимо. Распушился, вытянул шею и берет хлеб и назад кидает, сам не ест. Владыка говорит, вот видишь, как о своих заботиться. Да. Настоящий вожак. Сейчас только что звонок был. С Красноармейского звонили мне. Ну, они не знают, что я в отъезде. Звонят. И спрашивают. Вот у нас 19-го будет 40 дней. А это будет среда. А можно ли нам вот рыбу или что-что? Пост есть, нету поста. По таким вопросам чаще всего и обращаются. Именно это спрашивают. Ни о Боге, ни о Христе, ни о Евангелии, ни о душе. Вот спрашивают тут об этом. Что можно, что нельзя. Вот если пост нет, у нас 40 дней. И спрашивают, а зачем вы меня спрашиваете? Зачем вы меня спрашиваете? Вы соблюдаете что-нибудь? Если вы христиане, то вы должны знать. Если вы не христиане, тогда вы зачем спрашиваете? Тогда вспоминайте, как вам за благо рассудится. Зачем меня спрашивать? И они меня уже 20 с лишним лет это спрашивают. 20 лет. 20 лет они меня об этом спрашивают. Но уже тысячу раз меня об этом спрашивали. Тысячу раз. Календари церковные есть. Сейчас вот завались вот все. По информации, пожалуйста. Для чего вы меня это спрашиваете? Я не понимаю. Я, конечно, отвечаю. Я не ворчу на них ничего. Ни взысканий никаких. Не говорю им ничего. Но у меня такой вот немой вопрос. Для чего вам это надо? Для чего вы меня это спрашиваете? Вообще не понимаю. Они хотят, чтобы сделать как положено. Ну так вы живите как положено. Почему вот это сделать как положено, а остальное как получится? Ради чего сейчас тужиться и пытаться сделать как положено? Ради чего? Вообще смысла никакого нет. Вообще никакого нет. И я говорю вот так нужно, так не нужно, так можно, так нельзя. А сам думаю, что я говорю, кому я говорю, зачем я говорю, кому это надо. Чувствую себя каким-то, не знаю, жрецом, которые к нему пришли и говорят, вот у нас надо духов нам задобрить. Скажи нам, с каким бубном, возле какого костра поплясать? Я говорю, вот с таким-то, возле такого-то. А, все, спасибо, пошли поплясали. И пошли дальше. Жить довольные, что они сделали все правильно. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok